День в день, час в час, минута в минуту, радио Болтком, утро на Болткоме. Ну что, пришла пора нам немножечко встряхнуть это унылое серое утро аккордами рока и рок-н-ролла. У нас на прямой связи Андрей Ехимович, музыкант, рок-музыкант, лидер группы Цемент. Поздравляем, во-первых, с прошедшим недавно днем рождения, Андрей, искренне желаем... С днем рождения, Андрей, с днем рождения. Всех благ. Доброе утро, спасибо большое за поздравления, хотя как-то не люблю обычно праздновать дни рождения, именно праздник после 50 лет как-то не по себе. Ну, еще думаю, что обратно отсчет пойдет, будет тогда повеселее. Добрый день еще раз, Дарья, доброе утро, уважаемый радио Болтком. Ну что, наверное, всех, конечно, интересует, что сейчас происходит в мире рок-музыки, насколько, ну, понятно, что на время локдауна все закрыто, никаких выступлений, но, тем не менее, вот все эти полтора года в этой катавасии, как удавалось? Ну, удавалось ли выступать, что происходило? Выступать практически не удавалось. Ну, не только у меня, по всему миру. Да, я тут, к сожалению, из-за этого коронавируса, ну, очень много пропустил интересных событий. И даже пропустил, они были просто отменены. Отменены в том же Берлине. Ну, а у меня лично что происходило? Ну, как и все музыканты, ну, начали писать онлайн, да, или как называется, в стриме. То есть, ну, кто не понимает, что я такое объясню, принцип очень прост. Записываешь дома дорожку, ну, скажем, себя, гитара, отсылаешь в Петербург, те ребята там записывают, ну, скажем, бас. Потом я отсылаю бас со мной, скажем, в Испанию, в Испании там записывается труба. Потом кто-то, ну, вот это все, что получилось, отсылаем в Америку, там записывается гитара. Потом это все сюда обратно присылается и здесь сводится. Ну, говоря проще, вот получают такая студийная работа просто на расстоянии. На самом деле это очень интересно, но из-за этого несколько теряется живость исполнения. Ну, понятно. Зато мы дожили до реального воплощения в жизнь старого, вы помните эту фразу, с миру по нотке. Так же получается. С миру по нотке, получается, что-то получается. Вот. Ну, конечно, самое тяжелое, потом это сводить все, да, то есть, ну, все вместе. Ну, это очень интересно, на самом деле. С одной стороны, это здорово, потому что техника сейчас позволяет все делать. Ну, представьте себе, да, то есть, ну, раньше даже голову бы не пришло, что человек сидит в Америке, я здесь, и мы вместе с ним, значит, там, вместе играем. Вот. Теперь это возможно. Ну, какая-то живость теряется. Ну, поэтому, когда вот я вот этот альбом, фактически мы его закончили, с ребятами, да, уже свели, но осталось самое тяжелое его выпустить, как-то, какие-то платформы разместить, как сейчас говорят, на платформы, да, вот. На какой станции, да? Поезд ушел сразу, да. Да, да, поезд ушел, как вспоминается. Вот. Но как раз задача и была, то есть, наоборот, если раньше стремились добиться студийного звучания, то и ребят все время просили, ребята, представьте себе, что я сейчас у вас в гостях. То есть, ни в коем случае не делайте, там, Эбби-Роуп, да, то есть, ну, у меня, правда, студия знаменитая, то есть, ни в коем случае не надо, наоборот, старайтесь сделать так, как будто мы вдруг собрались вот в одной комнате и вместе сыграли. Ну, мне кажется, что у нас это получилось. Не знаю, не мне судить, но мне кажется, что получилось, что есть ощущение, по крайней мере, на близких проверял, говорю, вот, мы тут собрались, а как ты собрался в эпоху пандемии? А вот так, билеты заказал. И такое ощущение, да, что как будто мы сидим вот в одной комнате, хотя многие друг друга даже не знают. Вообще лично не встречались, да? Да, лично вообще не встречались, только вот по музыке. И тогда ссылали, и вот как-то вот так. И с другой стороны есть огромный плюс, ни на кого кричать не надо. Обычно, когда записываешь или репетируешь, друг на друга кричим, ты не то делаешь. А тут как ты покричишь? Наслал, он так все вечер запел. У что прислал, то прислал. Да, уже деться некуда. Ну, вот так вот, вот такие. Ну, по-черкому, что-то не только у меня, я слежу там, и такие монстры рок эти. Там барабанщик Нирваны записал совершенно великолепный альбом. Ну, нет, его альбом, но там участвовал Мик Джангер, он просто великолепный. Я даже думаю, что если бы ни пандемия, ни потом вместе и не встретились. Да, Юзик Вадров выпустил великолепный альбом тоже в эту эпоху. То есть, как-то все старики подтянулись, стали более современными. И, на мой взгляд, это как-то музыкально даже интересно. Потому что стадионов нет, вынужден рожать, что называется, дома. А когда рожаешь дома, в спокойной обстановке, без всяких контрактов, то как-то, мне кажется, получается интереснее. Ну, вот такие вот. Вот такие новости в рок-музыке. А как называется альбом? Вот самое тяжёлое ещё не придумали на свадьбе. Самое тяжёлое. Дитя короны. Как это назвать? Как? Дитя короны. Дитя короны, да, это было хорошее. Ну, это же во время коронавируса, и только что про роды прозвучало параллель. А, кстати, какая-то вещь уже написана, посвящённая всей этой ситуации? Ну, не знаю, там, локдаун или вирус, или что-то в этом роде. Ну, как-то в творчестве это должно быть сублимировано. Да вот, буквально нет, но, конечно, там что-то проскальзывает такое немножко пессимистично-одинокое. Да, что-то там есть. Ну, так буквально, я думаю, что, Александр, я думаю, немножко дурной тон. Ну, это из серии, как это, утром в газете, вечером в куплете. Ну, не хочется так, да, куплетистом-то быть. Ну, понятно, коронавирус, нам всем плохо. Я видел там коллеги из России, еще многие там начали про этот коронавирус какие-то песни петь. Ну, ребята, дурной тон. Аленка, Аленка, мы с тобой на удаленке. Вот сразу появился хит. Ну, так ребята из Долгов Пилса записали замечательный трек, мне кажется, «Между нами карантин». Ну, нет, ну, это да, ну, я ничего не говорю, ну, как-то, ну, я вообще, честно говоря, к этому коронавирусу, вообще, как все это, то, что происходит, я сразу говорю, что я признаю, болезнь есть, но все это напоминает какую-то буфонаду. Вот хоть вы меня убейте, вот такое шоу устроили, да, ну, болезнь. Вот я вот сейчас опять приболел, проникарновирусом, знаете, я с таким удовольствием вспомнил, что, оказывается, есть еще и другие болезни. Боже мой, у меня насморк, какой кайф, да, то есть я полечу себя малинкой, этот, такой бронхитик, да, нос заложила. Ну, я, конечно, что-то сделал, я же один из первых привитых, да, вот, там еще в апреле, вот, и какой, оказывается, есть другие болезни, боже мой. Танзилик, какая прелесть. Да, ну, конечно, ну, сколько же можно заходить и молиться, да, вот, хватит меня этот коронавирус, не хватит меня этот коронавирус. Ну, честное слово, ну, взрослые люди, а все это, ну, давайте просто со стороны на себя посмотрим, как это выглядит, да. Ну, они превращаются в каких-то бабок столетий, да, которые говорят, все, завтра упадет метеорит, и мы все умрем. Второй говорит, да, это все происки империализма, никакого метеорита нет. Все, нашли чем заниматься. Ребят, ну, как-то для меня это печально. А вот, говоря все-таки про то, как распространять новую музыку, ну, новые записанные записи, вот, что здесь? Ведь раньше это был действительно такой ритуал, то есть, поклонники бежали в магазин, вот этот виниловый диск, который приносили трепетно, потными ручками ставили, там, ставили иголочку на звукосниматель. Все это вот, ну, прям какое-то священодействие. Потом, ну, вот появились, когда компакт-диски, уже что-то вот, ну, какой-то вот этот, ну, не знаю, вот это какое-то священодействие, оно опустилось. Сейчас вот что, каким образом распространяют свою музыку музыканты? Ну, как так называемые платформы. Я, кстати, тоже об этом относительно недавно узнал. Ну, довольно сложный вопрос, Олег, ну, для утра, да, и я постараюсь так в двух словах. Ну, в общем-то, мало чего изменилось, конечно, в первую очередь это везение, да, ну, как-то повезет, никто не может заранее предположить, что сочинял хит или нет. Вот, когда что у молодежи, да и тогда тоже, и у той молодежи в то время тоже было какое-то непредвзятое, а ошибочное мнение, что если вот можно раскрутить что угодно. Нет, нельзя раскрутить что угодно, если там, ну, нет какого-то зерна. Раньше этим занимались продюсеры, то есть там пресса, журналы, реклама, щиты. Теперь этим занимаются с помощью раскидывания по всяким там фейсбукам, платформам, да, можно сказать, навязывания, да, через рекламные эти определенные, ну, есть такие сайты, да, там же заплатить какую-то часть, или они заключают договор с вами, что часть от авторских прав вам пойдет, и они начинают это крутить по всей, значит, ну, куда только можно всунуть электронно, суют. Ну, опять-таки, у моих знакомых, да, количество просмотров. Но самое смешное, что все забывают, что количество просмотров, это не обязательно, что это нравится. Ну, потому что вам навязывают, ты волей-неволей смотришь, лайк-то ты не поставил, ты всего лишь просмотрел. Вот, и это еще не факт, это факт как раз для продаж идет. Вот я, у меня в Ютьюбе там 5 миллионов просмотров, ну, каких-то дебилов, да, 5 миллионов просмотрел. Ну, ты знаешь, что 5 миллионов дебилов купит потом твою эту. И вот этот вот момент, ну, он и сложный, действительно, занимаются продюсеры, которые знают, как это сделать, как эти 5 миллионов просмотров обратить в денежку, да, и как это, ну, и, конечно, я думаю, что сейчас, ну, я просто, в случае Кави, у меня очень интересно, как они слушают музыку. Ну, они, конечно, слушают музыку, что им там кинут, да, и они такой свой плейлист делают электронный. Ну, конечно, какого-то трепета, вот как раньше было, да, что ставишь пластичку, там вот надо было. Нет, они слушают больше фоново. И вот, о, вот это меня зацепило. И самое сложное из них, вот, по крайней мере, мне, да, вот из там 20-летних, 19-летних, выбить. А почему тебе это нравится? Вот если я раньше мог это объяснить, ну, там, мне было 19 лет, я четко спрашиваю, а что тебе это нравится? Ну, как, ну, как там этот Нотти Холдер и Слейд так орёт, вот это, как он орёт, а как там на барабанах мочит? Они не могут объяснить, почему нравится. Ну, просто, говорят, прикольно, да, вот характеристика. Поэтому, ну, время такое, да, и видеогузыка-то надо учитывать. Ну, совершенно, говорю, ну, как я могу проверить? Ну, говорю, только вот, молодёжь, да вы послушайте что-то своё. И действительно, мне иногда поражают, что принципиально то, что мне совершенно не нравится, ну, вообще, концептуально не нравится, да, вот даже то, что я там записал. Им как раз это нравится. И то, что и нравится, мне концептуально, вот, да, прикольно. А я говорю, а мне дико не прикольно, вот, ну, это нужно, наверное, интуитивно чувствовать как-то так. Да, я сразу вспоминаю этот анекдот про внука и бабушку, который просит бабушку, купи мне пластинку, а какую же тебе внучок пластинку? Ту, которая больше всего тебе не понравится. Воу, это такой мой анекдот, ну, видите, я прямо, ну, вот, это не анекдот, это действительно, да. А я, главное, сижу и думаю, как бы так вот повежливее подвести примерно к этому, что, может быть, в силу жизненного опыта, очень сильно многолетнего, появляется вот это стремление к глубокому анализу, в отличие от молодежи, которая просто прикольно или не прикольно, а там начинается, вот там в четвертом такте сбился, а вот можно было вот так вот сделать, ну, конечно же, вот это вот все лишнее. Ну, ну, как лишнее, просто разные уровни восприятия. Александр, совершенно согласен, ну, прям, ну, можно сказать мои слова, я вот просто не нашел, ну, журналист, поэтому четко сформулировал то, что хотел сказать. Именно так, когда чересчур много мы задумываемся о том, сейчас, я говорю о нашем поколении, правильно, вот как вот вычисляем чересчур многое, да не надо вычислять, играй, даже вплоть до того, не нравится, вот, а только сделай песню, которая сама себе дико не нравится, может быть, она как раз очень понравится. То есть меньше действительно думать, как это делается, просто на уровне интуитивном поможешь. Ну, к сожалению, тут есть действительно факт, что вот этот вот гад компьютер, он заставляет тебя думать, когда ты записываешься с компьютером, да, ты можешь исправить. То есть, как я называю, ужасная тенденция сделать лучше. Вот это вот, нужно бороться, чтобы, ну, с тем, чтобы делать лучше. Наоборот, не нужно думать, как лучше или хуже, просто делать, потому что, ну, современная техника это позволяет. Это раньше стоило какие-то огромные деньги прийти в студию, записаться, тебе встает дяечка, говорю, ребята, у вас 15 минут, все, валите отсюда, время ваше закончилось. Сейчас сиди, сколько хочешь, столько и записывай. Вот этим надо пользоваться. Ну, вот, ну, вот эта вот грань действительно, чтобы не превращать вот эту борьбу за улучшение, за качество, да не нужно бороться за качество, нужно просто качественно делать, все, вот так. Еще наверняка ведь есть одна, ну, не то чтобы проблема, но на нее часто жалуются, вот, ну, рок-музыканты старой вот закваски, что, в принципе, публика требует на концертах старые хиты. Ну, то есть, вот, ну, вот кто-то даже, ну, по-моему, клавишник Дорс, он говорил, что я даже, ну, я стараюсь не комплексовать по этому поводу, я прекрасно понимаю, что, ну, на концерте все ждут Light My Fire, там, от меня, ну, то есть, что я вот буду исполнять старые хиты Дорс. То же самое и роллинги. Вот, с другой стороны, конечно, ведь хочется порадовать чем-то новым, вот как здесь, нет ли какой-то, ну... Ну, это беда, да. Не беда, это такая, ну, проблема есть. Ну, ох, ну, так тяжело ответить на этот вопрос, потому что, начнем с того, что, опять-таки, хит, понятие очень относительное. Хит – это то, что больше всего, как правило, да, крутили или по радио, или... Иногда, вот, там, складывалось впечатление, что у Битлз есть только две песни, да, это естеры, ну, и скажут там, let it be, все. Ну, совсем недавно по радио стали крутить другие песни Битлз, да, оказывается, у Битлз полно других песен. Ну, это одна сторона. Вторая сторона для музыкатов, ну, конечно, народ требует хиты, ну, мне на этот счет очень понравились группы Eagles в свое время. Что они сделали? Добычно всегда делается так, концерт, мы вначале играем что-то такое, чего мы хотим новенько, и все ждут этого хита в конце. Эти ребята просто вышли и с первой песни сразу вмочили «Хотель Калифорнии», чтобы вопросов не было. А все остальное, ребята, а сейчас мы будем играть то, что, ну, вот, концерт. Вот, наверное, это один из выходов, я думаю, музыкатов. Вначале сыграл свой, то, что ты считаешь хитом, и то, что все ждут, там, что такое осень, или что там, что угодно, да. А потом дуй то, что ты считаешь, ну, играть так, как будто это тоже хиты. Ну, легко говорить, конечно, трудно сделать. Трудно сделать, решения иногда приходят откуда не ждешь. Буквально на днях Rolling Stones заявили о том, что они отказываются исполнять на концертах Брауншугара. Это вторая по исполняемости была их вещь в течение, там, скольки, 30, 40, 50 лет. Потому что в современном обществе им стало прилетать в комментах за то, что они воспевают рабство. Хотя там, ну, ты же... Не-не-не, они быстро признали, сказали, спасибо, что раскрыли глаза. Вычеркиваю, и все, и прикрестились. Ну, ролики всегда отличаются. Ну, на то они и Rolling Stones были, как, конечно, в чем их успех. Многие там, чего я только не читал, в чем успех Rolling Stones и их долголетие. Конечно, в первую очередь они не потеряли, вот, по крайней мере, для меня в рок-музыке, главное – это ирония. Вот Rolling Stones всегда были очень ироничны по отношению к себе, по отношению к музыке, по отношению вообще к окружающему миру. И вот в данном случае я вот не знал, этот факт очень хороший. И как я говорю, огромное спасибо, что сказали, а мы так все равно не играли. И к тому же, и хорошо, больше, ребята, извините, мы не можем эту песню. Я бы даже, может быть, еще и продолжил, мол, уважаемая аудитория, скажите, пожалуйста, не смущает ли вас ничего в песне Satisfaction? Нам она тоже дико надоела за 80 лет. А то как-то некрасиво в 80 лет, на что... Да, не все уже помнят, что это такое, а мы все еще поем. А мы вынуждены, значит, генерациализм какой-то. Ну, у нас мало времени, а вы разрываете телефонные линии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я не займу надолго, доброе утро. Да. Буквально на две фразы. Я не успела к началу. Я думаю, что это господин Ехимович. Ехимович, да, конечно же, Андрей Ехимович. Две фразы для него. Вспоминаете ли вы адрес такой, Гагарина 140? Это первая фраза. А вторая фраза. Не стоит уничижительно упоминать 100-летних старушенций. Это не Камильфо. Ну, видите, мне самому скоро будет 150, поэтому я считаю, что это не уничижительно. Адрес Гагарина, это урок, нету значения. Может быть, какие-то внебрачные дети. Я уже боюсь каких-то таких историй, которые там начинают... I can't get no satisfaction. Да. Ну что, нам показывают, что уже, в принципе, совсем мало времени. Да, уже всё заканчивается. Но хотелось бы узнать, что впереди. Какие планы творческие, выпуск этого альбома. Что, может быть, чем-то отметить? Ну, я жду, когда, наконец, это Буфанат закончится. Ну, конечно, нужно альбом как-то презентовать. И планы, ну, такие, скажем, ну, планы-то, планы, ну, хорошо, мечты. Ну, в первую очередь, конечно, поскольку в этом альбоме принимали участие питерцы, я очень хочу съездить в Питер. Я хотел, ну, уже договаривался-то поехать в Питер, да? Ну, то есть как-то там вживую что-то с людьми поиграть. Ну, к сожалению, знаете, так всё перекрыто. Ну, никак не поехать. Ну, никак. И даже если поешь, смысла нет. Ну, это, наверное, мечта, чтобы как-то, если получится после всего вот этих, всех, кто принимал участие, как-то собраться в одном месте. Ну, если даже кто-то из Штатов не сможет приехать, то хотя бы те, кто реально может в одном месте и сделать какое-то выступление в Питере и в Риге. Ну, мы так и задумывали, но вот, к сожалению, не за этих. От всей души желаем воплощения и этих мечтаний, и других, и здоровья. Конечно же. Хватит там сморкаться уже. Да-да-да, уже хватит. Спорт поностальгировал, да. И, кстати, случайно родилось ещё вариант названия для альбома. Не хочется там «Дитя короны». Пожалуйста, «Гагарина 140». Отлично. Спасибо слушательцу. Пускай все думают, что же это такое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Андрей Химович, всего доброго. УТРА НАМО